Это Рустам Арипов. Фотография парня из Бухары была сделана в начале нулевых на свадьбе его родственников. Тогда он даже и представить не мог, какая ужасная трагедия случится с ним, его женой и тремя детьми. Более 20 лет назад в одной из свалок в пятом микрорайоне Бухары была обнаружена страшная находка – кости и уши, позже идентифицированные как человеческие. Город сразу же охватила паника, и многие, даже информированные люди, стали говорить, что в городе орудует маньяк. Тогда люди и подумать не могли, что рядом с ними живут настоящие убийцы, а некоторые называли их даже людоедами. После обнаружения останков милиция оцепила весь массив, примыкающий к свалке. По тревоге немедленно был задействован весь личный состав милиции. По официальным данным Бухарской прокуратуры, после тщательного осмотра района в одном из домов были найдены вещественные доказательства – четыре алюминиевые фляги, заполненные человеческим мясом. Находились эти фляги в подвале коттеджа семьи Караевых. Глава семейства Ферудин Караев на тот момент был деканом одного из факультетов Бухарского технологического института пищевой и легкой промышленности. Из статьи от Гора Нарбутаева, опубликованной на сайте центраазия.уз, стало известно, что о Ферудине отзывались как о грубом и высокомерном человеке. Жена Ферудина Алима Караева имела высшее образование и руководила фирмой «Карина», которая занималась отправкой граждан Узбекистана в Канаду для дальнейшего трудоустройства. Для этого им сперва нужно было пройти медицинское обследование. Людей с положительными результатами анализов, которые стоили около 200 долларов, ждал немедленный отъезд в Канаду. За сами услуги фирмы они платили еще 1500 долларов. Примечательно, что в фирме всех интересовало в первую очередь здоровье граждан, а не знание языков или наличие востребованной специальности. Это должно было насторожить граждан, но этого не случилось. Желание покинуть Узбекистан оказалось намного сильнее. Самые здоровые успешно уезжали, а через пару недель их близкие получали письма, в которых довольные мигранты уже работают, получают огромные деньги и все у них хорошо. Потом была еще пара открыток, а затем переписка прекращалась. Письма, естественно, приходили через фирму Алимы Караевой, а после прочтения их забирали обратно и использовали в качестве рекламы о лучшей жизни в Канаде. Естественно, ни в какую Канаду никто из клиентов фирмы не уезжал, а дом Караевых стал для них последним пристанищем. Их последними жертвами стали семья Ариповых – Рустам, его жена, трое детей и брат жены. Именно их останки были обнаружены на свалке в пятом микрорайоне Бухары. Согласно официальной версии, Алима Караева убила семью Ариповых, включая трех детей от двух до восьми лет, с помощью инъекции клофелина. Официальной причиной называется не отданный вовремя большой долг. По показаниям Алимы Караевой, она якобы сама произвела расчленение трупов, их разделку, мясо замариновала во флягах, а Косте выбросила на помойку. Муж и дети к ее преступлению не причастны. Версия кажется абсолютно нереальной, так как сложно поверить, что женщина одна смогла расчленить шесть трупов и донести их до помойки. Следствие говорит, что останки должен был отнести родственник, тогда живший в семье Караевых, но он поленился и просто выбросил останки на помойку, слегка укрыв. Но об этом родственнике мы расскажем чуть позже. На фоне всех этих событий по городу поползли слухи один необычание другого. И вот уже заговорили, что своих жертв Караевы разбирали на органы и продавали за границу. Еще один интересный, но печальный момент. Через пару дней после допроса покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из служебного кабинета ректор технологического института. Напомним, как раз там работал Перудин Караев. Следствие по делу Караевых было закончено в кратчайшие сроки. Значительное количество свидетелей даже не было опрошено. Вся семья Караевых, кроме их младшей дочери, оказались на скамье подсудимых. Остальными были медицинские работники, которые проводили обследование потенциальных жертв без соответствующих лицензий. Большинство жителей Бухары были твердо убеждены, что дело Караевых – это не просто убийство. Многие действительно верили в слухи про каннибализм. Возможно, из-за этого следствие было прекращено в кратчайшие сроки. Не проведено до конца и основательно. Вы спросите, откуда взялась версия про людоедов? Дело в том, что Караевых часто связывали со странными историями, где фигурировало большое количество мяса, а именно фарша. Но об этом чуть позже. А еще не стоит забывать про неопровержимые доказательства, а именно четыре фляги, заполненные человеческим мясом. Имело ли место удаление человеческих органов для их последующей продажи? Вероятнее всего, да. Ведь было обнаружено такое вещественное доказательство, как контейнер-термостат. Нелогично как-то, что для допустимого людоедства забивали сразу шесть человек. В семье Караевых было трое детей. Два взрослых сына и дочь, ученица шестого класса. В их доме также жил человек, имя которого не всплывало вследствие. Именно он являлся тем родственником, о котором мы говорили ранее. Он занимался в основном домашним хозяйством. После ареста Караевых он бесследно исчез. И до сих пор неизвестно, что с ним случилось и где он находится. Из той же статьи от Гора Нарбутаева стал известен еще один интересный случай, который рассказал завод школы, в которой училась дочь Караевых. В шестом классе должен был пройти урок домоводства для девочек. Темой занятия было приготовление узбекских пельменей. Учительница стала распределять, кому что принести, но дочь Караевых сразу заявила, что она принесет из дома готовый фарш. Девочка принесла столько мяса, что учительница аж ахнула. Чтобы не пропадать добро, она сходила домой и принесла еще муки. Дети налепили столько пельменей, что хватило на всех учителей школы и детей из параллельных классов. Пельмени были очень вкусные и только после огласки ужасных событий, связанных с семьей девочки, я припомнила, что вкус у мяса был немного странным. В этой страшной истории нашлись и другие свидетели, которые рассказали, что семья Караевых часто вызывала подозрения, но никто из них не мог подумать, что они, возможно, являются людоедами. Моя бригада работала в доме Караева за полтора месяца до известных событий. В целом около двух недель в самом конце осени, когда холода еще не наступили. Работа заключалась в том, чтобы выложить мраморной плиткой весь двор на участке Караева. Да, странности у этой семейки имелись. Нам строго-настрого запрещали входить в дом, даже на летнюю кухню, чтобы напиться. Во дворе на столе под навесом всегда стояли чайники с чаем и ведро с водой. Мы поначалу собирались сами готовить себе еду, но хозяева сказали, что готовить нам будет работник. Кормили нас как на убой, два раза в день, 12 часов дня и в 4 часа вечером. Обязательно мясные блюда, первых блюд не было, только вторые. Выбор был не очень разнообразный. Пельмени, чебуреки, голубцы, беляши. Короче, во всем присутствовал мясной фарш. Мясо было щедро сдобрено специями. Я обратил внимание, что работник каждый день ездил на базар и всегда после этого просил помочь разгрузить свой пирожковоз. Но мясо он с базара никогда не привозил. Ответил как-то на мой вопрос, что мясо привозят один раз в месяц прямо с мясокомбината и хранят больших промышленных холодильников, которые стоят в подвале. Один раз ко мне подошел работник Караевых и предложил мне купить 15 килограммов мясного фарша. Я спросил, откуда столько? Он ответил, что должны были приехать гости из Ташкента, но в последний момент оказалось, что выехать они не смогут. В то время все продукты уже были готовы. Цена была очень и очень низкой, и я купил весь фарш. Работник предупредил, что лучше всего пустить фарш на люля-кебаб. Через некоторое время он принес еще раз много фарша и опять сослался на несостоявшееся торжество. Покупки были выгодны, и я больше не спрашивал о происхождении фарша. Люля-кебаб действительно получался очень вкусным. Многие люди специально приезжали попробовать из других районов Бухары. Были ли у Караевых сообщники? Судя по всему, да. Каким бы хорошим врачом ни была Караева, ей наверняка был необходим практикующий хирург для удаления человеческих органов и их консервации. Видимо, к работе привлекался и опытный мясник для разделки трупов. Судя по тому, что ресурсов контейнера термостата хватало только на три с половиной часа, можно сказать, что человеческие органы отправлялись регулярно и с короткой частотой. Из официального документа Бухарской прокуратуры стало известно, что Ферудин Караев получил 20 лет тюрьмы, 15 из которых в колонии строгого режима за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух и более лиц. Его также признали виновным в хищении путем присвоения или растраты в крупном размере, в хранении и сбытии наркотиков в крупном размере, а также превышении должностных полномочий и должностном подлоге. Алима Караева также получила 20 лет тюрьмы, 15 из которых в колонии строгого режима за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух и более лиц. Ее также признали виновной в хищении, мошенничестве, разбое в особо крупном размере, а также совершении махинаций с документами. Старший сын Джейхун Караев тоже сел на 20 лет с 15 годами в колонии строгого режима. Другой сын, Шаик Караев, получил четыре года тюрьмы. Стоит отметить, что все, кроме Ферудина Караева, были отправлены отбывать свои сроки в знаменитую колонию Жаслык. Тюрьма была ликвидирована в 2019 году. В настоящее время вся семья Караевых отбыла свои сроки и, по официальным данным, находится в Азербайджане, родине Ферудина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова